У сельхозтоваропроизводителей сейчас достаточно напряженный период, учитывая погодные условия. Участившиеся дожди сдерживают темпы работ. О ситуации на полях рассказал начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. В Кашхабльском районе продолжается сев яровых культур, это в частности кукуруза и подсолнечника. Хочу отметить, что феймеры Кашхабльского района подошли к севу яровых культур полностью 100% готовыми. То есть обеспеченность семенам была 100%, обеспеченность техникой, горючий смазочным материалом была 100%. Все работы начались в сроки, но из-за погодных условий, мы сами видим, какие погодные условия у нас, больше месяца дожди у нас идут. Из-за погодных условий на сегодняшний день, значит, в районе посеяно при плане 16 600 гектаров, посеяно чуть больше 16 000 гектаров. То есть на сегодняшний день в районе остается недосеянными 620 гектаров. Это Ходзинское сельское поселение, где действительно условия очень плачевные, плохие. Но несмотря на эти погодные условия, несмотря на все капризы погоды, феймеры выбирали каждую минуту, каждый час рабочий. И, в принципе, на сегодняшний день у нас посеяно 95% от общего посева. Но, конечно, погода не только дождями нас удивляла, но и преподносила какие-то сюрпризы. В кавычках можно сказать, это и град, это и наводнение. Вот в конце апреля, числа 28-го, у нас был град в майском сельском поселении, Натырбовское майское сельское поселение, где пострадало 259 гектаров. Попали 250 гектаров полностью под пересев. Пострадало, в общем, больше 600 гектаров, но к пересеву подлежало 259 гектаров. Где на сегодняшний день ведутся работы по пересеву этих культур. Также 26 мая из-за сильного ливня, из-за подъема грунтовых вод, из-за стека вод с гор в Ходзинском сельском поселении и на Вольнинском сельском поселении, в двух сельских поселениях сильно отражалось, было затоплено больше где-то 1400 гектаров посевов. Это озимых, посев кукурузы, подсолнечника, где на следующий день, значит, оперативно создали комиссию по району, объехали и Вольнинское сельское поселение, и Ходзинское сельское поселение. Было полностью обсмотрено более 3000 гектаров. Из 3000 гектаров, значит, предварительно мы акт сделали на 1400 гектаров посевов. Но это не означает, что это гибель, нет. Это значит, мы еще в дальнейшем будем обсматривать, то есть вода пришла, ушла, я думаю, такого страшного там нету, но где требуется дальнейшее наблюдение. Дальнейшее наблюдение, значит, будем наблюдать дальше. Но есть места, это мочаки, низленности, где вода остается и до сих пор эта вода стоит. Конечно, в любом случае, в любом случае ни одного гектара мы не оставим пустым. Фемеры настроены на работу, фемеры ждут погодных условий. На сегодняшний день, значит, состояние озимых у нас в районе порядка 17 тысяч гектаров озимых. Это озимого ячменя и озимой пшеницы. То есть, сказать, значит, более 14 тысяч гектаров пшеницы у нас и более 2 тысяч гектаров у нас озимого ячменя. На сегодняшний день фемеры сделали, провели все агротехнические работы необходимые по озимому клину. Значит, состояние на сегодняшний день хорошее по озимым. То, что мы на сегодняшний день видим, виды на урожай хорошие по озимому. Ну, тоже вот уже, я думаю, что через 2 недели начнется уборка ячменя у нас в районе. Фемеры тоже готовятся уже к уборке ячменя. Ну, таких проблем нет. Единственная вот у нас одна проблема, это то, что мы опоздали уже, можно сказать, что мы уже опоздали сроками ярового сева. Ну, вот эти вот 600 гектаров для северных и как бы и готовиться конкретно более уже серьезно к уборке. Продолжение следует...